Добрый вечер! Как всегда, волнение. Если что, все будет хорошо. Хорошо, давайте помолимся. Это вступительное слово. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что мы здесь собрались, чтобы прославить Твое имя. Ты достоин, Господь, и нет другого, кто мог бы быть достойнее. Благодарим Тебя, благослови это слово, те мысли, Господь Иисус. Во имя Твое умолимся. Аминь. Хорошо, Ефесянам 2 глава. Мы прочтем два стиха. Значит, это 8 и 9. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сенья от вас Божий дар. Не одел, чтобы никто не хвалился. Так непривычно. Обычно переводят меня. Или справились. Сейчас все так. Здорово. Хорошо. Благодать. Я думал о благодати. Благодать – это основа, можно сказать, основа Божьего плана по нашему спасению. Мы рассмотрим с вами несколько отрывков. Это буквально будет быстро. Из Евангелия от Яна, 4 глава, Иисус Христос разговаривает с самарянкой. Иисус Христос прекрасно знает, кто она, что она, но эта женщина не знает о себе, можно сказать. Иисус знал о ней, что у нее было 5 мужей, и что последний – ты не ее муж. Но Иисус Христос пришел к ней, и Он изменил ее жизнь. Ее жизнь изменилась на 180 градусов. Он принял ее такой, какая она есть. И Он предложил ей новую жизнь. Жизнь с избытком, жизнь в благодати. Следующий человек, которого мы хорошо также с вами знаем – это апостол Петр. У него очень интересная жизнь. Человек с очень интересным темпераментом. Такой, как сказать, плохо, наверное, прозвучит, но выскочка. Я, ну, хороший, в результате он очень хороший человек, написал такое два послания. Он отрекся от Христа трижды. Он говорил о том, что я не знаю Христа. Но когда он увидел глаза Иисуса Христа, он вспомнил о том, что говорил Иисус. Иисус, что ты трижды отречешься, а он разрыдался, можно сказать. Но что произошло? В 21 главе Евангелия от Иоанна Иисус подходит к ним, и он трижды, так же трижды, он говорил ему о любви. То есть он восстановил его. Если я три раза пал, то Иисус трижды восстановит. То есть не будет как-то меньше, но будет больше, наоборот. Дай Бог, он признался Господу в любви. Следующий еще один персонаж – это разбойник. Интересный разбойник, который принял Христа. Он сказал, вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Интересно, что у предыдущих двоих мы можем сказать, почему я начал с Ефесянам 2 главы, 8-9 стихи. Там сказано, что вы спасены по благодати, не по делам, но мы, уверовав, спаслись. Мы можем подумать, что у этих двоих, у Петра и у этой женщины, у них были какие-то дела, что она пошла рассказывать, вот Иисус, это Он, Мессия, который пришел, все знает обо мне. Или Петр потом, который вначале отрекся, потом сказал, да, я люблю тебя. И потом написал послание и проповедовал, и три тысячи людей спаслось. Мы можем подумать, что какие-то дела он сделал, чтобы Бог его спас. Но нет, Он не делал ничего для того, чтобы спастись. Он просто принял, поверил в Иисуса Христа. Как этот разбойник, который висел, и он вроде бы, у него нет никакого времени для того, чтобы что-то сделать. Он просто сказал Господу, да, и он был спасен. Он сказал, да, и он в этот же день, он сказал, в тот же день будешь со мной в раю. И вот она это, в этом и заключается суть Божьей благодати в нашей с вами жизни, что мы, когда были еще грешниками, Иисус Христос умер за нас с вами. И он... То есть нам не нужно делать что-то, чтобы быть спасенными. Нам просто нужно принять это, принять свое сердце. И Бог хочет, чтобы мы приходили с вами такие, какие мы есть. То есть если я там пять минут назад упал, то Бог говорит, встань и иди. Я рядом с тобой, как мы только что в песне пели. Он рядом, и Бог, если Он начал в нас доброе дело, то Он совершит до конца, да, филиппийцам, 1 глава, 6 стих. И Бог, Он никогда не осуждает нас, да, мы в воскресенье упоминали этот стих, Римлянам, 8 глава, что нет никакого осуждения. И вот, чем я хочу закончить, это о Римлянам, 6 глава, 23 стих, 2 часть стиха. Это очень замечательно, то, что дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе. И это величайшая благодать, которую мы имеем с вами, жизнь вечную. Аминь. Отец наш Небесный, благодарны Тебе за то, что мы слышали, Господи. Это так было свежо. Слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за изобилие благодати и дар праведности. Ты сделал это в воле Твоей. Открыл нам тайну воли Своей по Своему благоволению. Мы просим Тебя, продолжай служить нам сегодня. Ободри и поддержи, Господь. Обучай во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы с вами откроем послание к Ефесянам. У нас по средам мы изучаем послание к Ефесянам. Как у вас дела? Вы со мной? Мне сказали держать только здесь микрофон, не спускаться вниз. Хорошо. Итак, мы продолжаем в первой главе. Здесь мы с вами видим, что Гаспры в девятом стихе, что Бог открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению. Итак, это была тайна. Его воля, полная воля, не была известна через пророков Ветхого Завета. Они только издали видели обетование, как говорится в послании к евреям в 11 главе. Но Бог благоволил через Своего Сына по Своей благой воле открыть нам тайну воли Своей. Не кажется вам, что слишком много воли, благоволения? Меня тоже это привлекло. Господь просто решил в Своей воле, что Он откроет нам тайну. И мы с вами стали обладателями этой тайны. А тайна – это Христос в нас. Упование славы. В Колоссянам 1.21. Аминь. Дальше Господь говорит, что Он устроил диспенсацию полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И это отдельная проповедь. Но мы не будем об этом сегодня много говорить. Цель Бога – соединить все под одной главою – и земное, и небесное. Это Христос. Мы об этом будем говорить, когда будем изучать 4 главу послания к Ефесянам. Что Он спустился в преисподнюю и потом воскрес и вознесся по правой руке Отца. И Он наполняет, наполняющий все во всем. И пред именем Его преклонится всякое колено. Аминь. Это реальные вещи. Это настоящая картина. Это то, что обязательно будет. Мы с вами сейчас живем верою, а не видением. Итак, Он обязательно соединит под главою Христом. Пропустим 11-12 стих и перейдем к 13-му, потому что это наша тема на сегодня. Итак, 13 стих. «В нем, то есть в Иисусе, и вы, мы с вами, слушайте внимательно, услышав слово истины благовествования нашего спасения». Еще раз хочу сказать. Вы знаете, этот стих очень важен, очень важен. Потому что, читая деяния апостолов, мы можем встретиться там с интересными вещами. «Схождение Духа Святого при возложении рук». Вы слышите меня, да? Итак, мы с вами сейчас читаем этот стих, он фундаментальный, который показывает, что происходит сейчас, в век церкви. Аминь. «И вы», апостол Павел говорит, «что? «Услышав слово истины вашего спасения». Кто услышал слово истины вашего спасения? Я думаю, что все могут поднять руки. Почему? Потому что спасение-то вошло в нашу жизнь не иначе, как через что? Через благовествование спасения. Аминь. Мы с вами услышали истину благовестия нашего спасения. И как Алексей сегодня говорил, и это полностью благодать. Это полностью Христос и Его дар всем нам, всем народам. Аллилуйя. Несмотря ни на что. Сделал кто-то какие-то дела или не сделал, как этот разбойник на кресте. Мне очень нравится думать о том, у него и времени-то не было сделать хоть какое-нибудь доброе дело. Вошел по благодати в Христово Царство. Аминь. Как вошел? Да потому что Он, Христос Его. Привел в это Царство. Вспомнил о Нем. Итак, вы и я, услышав слово истины благовествования нашего спасения. И что здесь написано? И уверовав в Него. Правильно, да? Давайте мы с вами прочтем дальше. Услышав слово истины благовествования вашего спасения и уверовав в Него. То есть мы с вами поверили. И вот что произошло в нашей жизни. Сразу же в момент веры. Сразу же тогда, как мы услышали Евангелие о спасении и поверили в Иисуса Христа. Мы с вами были запечатлены обетованным Духом Святым. Аминь. Запечатлены. У кого-нибудь есть печать у вас? Малого предприятия, большого предприятия? МВД, УВД? У нас есть, как у церкви, печать. Я могу поставить ее где угодно. Слушайте внимательно. Сегодня хорошее будет слово. Запечатлены сразу же в момент нашего спасения. Что же такое запечатлены? Это не просто поставлена была печать. Это мы были запечатлены Духом Святым. Аминь. Духом Святым. Я просматривал сегодня в Писании это слово «печать» или «запечатлены». Значит, с чего мы начнем? Книга Иова, 37 глава, 7 стих. Знаете, что там написано? Бог положил на нашу руку печать. Давайте мы прочтем. Да, это хороший стих для того, чтобы прочитать. Книга Иова, 37 глава, 7 стих. Смотрите, что говорится. Он, то есть Бог, полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Посмотрите на вашу руку. Чем вы открываете свой мобильник? Кого-нибудь есть, да? Печать. Это печать. Вы прикасаетесь вашим пальцем или этим, или этим, не знаю, и открывается для вас ваш мобильник. Итак, Бог положил печать на руку каждого человека. Абсолютную. Единственную. Такой больше нет ни у кого. И не будет никогда. Это Божья печать. Это уникальность творения Бога. Это личность, которая вошла в этот мир с Божьей печатью. Здесь написано, чтобы мы знали его дело, его рук. Аминь. Когда Иисус говорит о себе в Евангелии от Иоанна, в шестой главе, мы с вами видим, что Он говорит о себе очень интересную вещь. 27 стих, шестой главы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Аминь. На Нем положил печать Отец Бог. Другими словами, Бог Отец среди всех людей на земле избрал Своего Сына и поставил на Нем печать. Какая же это была печать? Кто скажет? Духа Святого. Когда Он в Евангелии от Матфея перед всем народом, который крестился в реке Иордании... Вы со мной? Я не потерял ее у вас нигде? Хорошо, слушайте внимательно. Когда в Иордании Господь крестился и вышел из воды, то тогда Дух Святой сошел на Иисуса Христа. И с небес какой голос? Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Его слушайте. Я поставил мою печать на Нем. Это означает, что Он тот, которого я избрал. Он тот, который был наделен Духом Святым. Его слушайте. Это Мой человек. И вы знаете, что я хочу сказать? Что в духовном мире Божья печать различаема всеми. Вы слышали, да? В духовном мире Его Божья печать различаема всеми. Когда Иисус зашел в Евангелие от Марка в синагогу. Раньше эта синагога функционировала прекрасно. Вместе со злым духом, который находился в человеке. И этот человек сидел в синагоге. Там говорили фарисеи. И все было тихо. Но как вошел Господь Иисус, что произошло? Узнал Его демон. Узнал Его демон. Почему? Потому что на нем Бог положил печать. Это есть Сын Мой. И как Иисус вошел, тот сразу же подбежал к Нему, пал перед ногами и говорит, не мучай меня. Я знаю, кто Ты, Святой Божий. Аминь. И Иисус говорит, замолчи. И всем демонам Он сказал, вы не можете благовествовать обо Мне. Аминь. И не можете раскрывать, кто Я такой. Знаете почему? Потому что должен раскрывать Дух Святой, а не демонический Дух. Кто такой Иисус Христос? Аллилуйя. И Дух Святой и раскрывал. Потому что Иисус шел и был тем, на ком была поставлена печать Бога и Отца. И Он шел и благовествовал. И в духовном мире все знали, кто передвигается по земле. Все знали. В книге Езекииля, в 9 главе, можете прочитать эту главу, очень интересную главу. Господь говорит, там видение, там ангелы. И одни ангелы с губительным оружием идут, а другой песец, который стоит, и Господь ему говорит, пройди по Иерусалиму. И на тех, которые в сердцах своих очень сильно страдают в отношении беззакония, которое творится в Иерусалиме, на челах их поставь знак, поставь печать. А тем, которые с губительным орудием, Господь говорит, вы не можете трогать тех людей, на которых поставлена печать. Езекииля, 9 глава. Аминь. И Иисус говорит, на мне поставил печать Отец Бог, Духом Святым. И здесь мы с вами читаем, знаете что, удивительную вещь, что мы с вами, в нем, услышав Слово Истины, благовествование нашего спасения, что в этот самый же момент были запечатлены Духом Святым. Знаете, что это означает? На нас Бог поставил печать свою. И мы с вами известны в духовном мире. Никогда не думайте о том, что вас не знают в духовном мире. Как даже если я живу воплоти, все равно печать Божья остается на мне, печать Духа Святого. И во мне есть невероятный потенциал. Демоны говорят семи сыновьям Скевы, что Павла мы знаем, нет, что он там, а, тем, которые говорят, ну-ка выйдите из этого человека. И демоны, это самое, раньше он подыгрывал им. Я еще раз говорю, это 16 глава. Раньше он подыгрывал этим волхвам, которые были сыновья первосвященника Скевы. Вы представляете, первосвященника. Он, злой дух, подыгрывал им. Когда они говорили именем Иисуса, выйди из этого человека. Знаете, что Иисус говорит тем людям, которые скажут, не твоим ли именем мы демонов изгоняли? Знаете, что это значит? Им просто подыгрывали демоны, чтобы сделать из них каких-то великих людей. И чтобы сказать, о-о-о, ну этот демон передумал. Он сказал, Иисуса знаю. Что? Павел мне известен. Откуда Павла знаешь? Печать вижу. Еще раз. Откуда Павла знаешь? Печать вижу. Кого? Духа Святого. Аминь. Когда мы ее с вами получили? Услышав слово благовествования нашего спасения, Господь поставил печать Духа Святого на нас с вами и запечатлил нас. Это мои люди. Также в книге Откровения в 7 главе там написано, что 144 тысячи евреев будут запечатлены для благовестия в период великой скорби. И все в духовном мире знали, что они запечатлены. И, по-моему, даже если мне не изменяет память, они были неприкасаемые. Аминь. И они стали благовестники пошли запечатлены в момент великой скорби в это ужасное время, что благовестники пошли запечатленные. И в духовном мире они были известны. И когда они начинали говорить, что Дух Святой говорил через них. Слушайте внимательно. Мы с вами имеем невероятную известность в духовном мире. Вы слышите меня? Невероятную известность. И когда мы знаем, кто мы на самом деле, и когда мы знаем, какая власть у нас есть, и какое слово мы с вами говорим, мы с вами сильны. Аллилуйя. И нас узнают. Павла знаю, почему знаешь? Знаю. Знаю по его словам. Он не сам говорит Духом Божьим, Духом Святым. И мы с вами были запечатлены. Печать поставлена Божья на нас. Кто-нибудь видит на ком-то сейчас эту печать? Нет? Висал, нет? Правильно, никто не видит. Потому что она духовная, Дух Святой на нас. Аллилуйя. В книге «Деяния апостолов» есть три знаковых схождения Духа Святого. Еще раз повторю. Когда вы читаете книгу «Деяния апостолов», там есть три знаковых схождения Духа Святого. Мы пройдем сегодня через каждое из них. И мы скажем, почему так произошло. Почему мы сейчас? Нам не нужен Петр, который возложит на нас руки, и Дух Святой сойдет на нас. Вы слышите меня? Почему нам не нужно никакое удостоверение, что мы получили Духа Святого через какие-то, знаете, проявления внешние, или еще что-нибудь, или там особенности какие. Человек просто... Бог просто делает это. Аминь. Итак, первое знаковое событие. Деяние, 2 глава. Когда Дух Святой сходит на иудеев, на народ израильский. Где они находятся? В Иерусалиме. Сколько апостолов? Одиннадцать. Они евреи? Евреи. Кому пришел Христос? Во-первых, к евреям. Не ходите в город Самарянский и к язычникам не ходите. А наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. Аллилуйя. И они пошли проповедовали. Аллилуйя. И потом Господь говорит, находитесь в Иерусалиме, доколе не оплечетесь силою свыше. Они находились в этой горнице. И там написано, что вихрь или ветер наполнил эту горницу. И от одного пламени языки, значит, не спускались на каждого. И заговорили все языками. И не непонятными языками, а какими языками народов всего того мира, которые пришли на поклонение в Иерусалим. Аллилуйя. И те в ужасе, которые говорят, ты смотри, они там даже га наши говорят. Га наши говорят. Наверное, они вина напились с утра. Представляете, да? Петр говорит, эй, какое вино? Это то, что пророк Иоиль сказал. Что на народ мой и залью дух благодати и умиления. Аминь. И вот это и есть проявление. И он встает и говорит проповедь свою. Первое знаковое событие. Господь послал Духа Своего Святого. Кому? Израильскому народу. Аминь. Дальше идем. Значит, гонение. Аллилуйя. Мы о нем уже говорим. Восьмая глава, первый стих. Гонение произошло. Всех разогнали с Иерусалима. Все пошли благовествовать. Куда пришли второе знаковое событие? Куда пришли? Куда пришли? К какой следующей группе людей они пришли? Кто помнит? А? Я не слышал. Нет, не корнили. Восьмая глава какая? В Самарию пришли. Это вторая группа людей, которые ни рыба, ни мясо, ни язычники, ни иудеи. Самаряне. Это смесь между язычниками и евреями. Какое отношение было у евреев к самарянам? Какое отношение? Евреи с самарянами не общаются. Почему? Да потому, что они никто. А Господь говорит, я сделаю вам перед вашими глазами нечто. И там написано, что когда проповедь была, и когда самаряне услышали слово Божие, то тогда Петр пошел туда. И тогда он возложил руки на самаряны. И они приняли Духа Святого. Это означает, знаете что? Нет теперь никакой разницы между иудеями и самарянами. Аминь? Это не то, что они стали говорить на языках. И мы с вами, или кому-то мы рассказываем, и кто-то сразу должен начать говорить на языках. Да пустое это все. Господь говорит, теперь и иудеи, и самаряне, я уравнял их. Дайте знать, что происходит в 10 главе. Петра посылают. Куда? К собакам. Иудеи, если они с самарянами не общались, то из нас за язычников, что? Вообще за людей не считали. И Господь говорит Петру, иди куда? В Иопию, правильно, да? Иди в Иопию, в дом Симона Прокаженного. О, мне нравится вот это. Не, не, или не Симона Прокаженного. Да, 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 Кожевника. Да, Кожевника, я посылаю тебя проповедовать язычникам. Он, Петр, не верит. Господь ему, значит, делает тройное удостоверение. Аминь? Я, иудей, никогда ничего, ни такого не ел. И Господь говорит, что я очистил, что Бог очистил, то не почитай нечистым. И, наконец-то, после третьего раза. Вот постучались к нему посланные от Корнилия. И они говорят, пойдешь ли ты с нами? И он что говорит? Пойду. Но берет с собой свидетелей, представляете, да? Чтобы потом представить, вот я не сам пошел, это Бог мне сказал. Приходит туда. Это уже десятая глава. И когда в 44 стихе он проповедует, то Дух Святой сходит на кого? И на язычников. Знаете, это три знаковых схождения Духа Святого на три определенных группы людей. Аминь? И больше такого не будет. А больше будет, а сейчас происходит, знаете, что? И вы, услышав Слово Истины вашего спасения, в этот же момент, что? Запечатлены Духом Святым. А как? По благодати. Аминь? А знаете, это что означает? Что все три группы, между которыми стояли невероятная преграда, Господь им говорит, всем трем. А теперь вы одно. И я не выделяю из вас никого, а всех делаю равным в теле Христа. Аминь? И евреев, и самарян, и язычников. И чтобы никто не хвалился. 1 Коринфянам 30 глава. Хвалящиеся хвались кем? Хвали их Господом. Аллилуйя. Он уравнивает всех. И потом, когда на этом соборе, в 15 главе книги Деяний Апостолов, под долгом рассуждении, Петр встает и говорит, послушайте вы, братья-мужи, Бог не положил никакого различия между иудеями, между самарянами, и между язычниками. Всем даровал Духа Святого. И теперь одно тело во Христе. И теперь никто не может гордиться своим происхождением или своей, этой корневой, я не знаю, как ее он, деревом, генеалогическим деревом. И потом Павел шлет послание Тимофею и говорит, бабьих басен, о родословие, избегай. Бабьих басен. А у тебя кто там? Ох, у меня сам Авраам там в этом, в моем самояди. Посмотри, обрезан я, я этот, я этот. И Господь говорит, теперь ничего из этого не важно. Теперь вы запечатлены Духом Святым из Иудеев. И с самарян, и из язычников, чтобы составлять одно тело во Христе. Аминь. Я это решил. И я это сделал. Потому что это моя церковь. И это моя воля. Благая воля. Чтобы вы знали, что произошло. И теперь, что происходит с нами в этом мире? Мы идем и благовествуем Евангелие. Какое? Истину благовествования, спасения. И всякий человек, который услышит это и поверит, что с ним произойдет. Три-четыре. Будет запечатлен Духом Святым. Но это не конец еще. Далеко не конец. И получит залог Духа Святого. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Залог. Это очень интересно. Печать. Это очень интересно. Но залог это очень интересно. Аминь. Благословит вас Господь. Отец наш Небесный. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за то, что поставил на нас печать. Печать Духа Святого. И теперь мы, Господи, запечатленные Тобою, имеющие в сердцах Слово Божье, мы известны в этом духовном мире, невидимом. Мы просим Тебя, чтобы мы знали об этом, Господь Иисус. Не боялись и не трепетали, Господь Иисус. Ты положил на нас Свою печать. И мы знаем, откуда мы и куда идем. И для чего находимся здесь, на земле. Спасибо тебе, Иисус. Славим Тебя. Славим Тебя. Мы молимся благословить и мысли в наших сердцах. Послужи нам, Господи. Спасибо тебе. Нечем вам хвалиться, говорит Господь. Иудеям, самарянам, язычникам. Я принял вас в возлюбленном. Навсегда вы тело Христа. И также сейчас произвучит молитва спасения. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа, поверьте в Него. Он любит вас. Примите Его. Скажите в молитве от сердца вашего к сердцу Иисуса. Господь Иисус Христос, я верю в Твою жертву на кресте за мои грехи. Я верю, что Ты любишь меня. Я верю, Господи, что Ты принимаешь всякого, который приходит к Тебе и даешь благодать спасения. Прошу Тебя, спаси меня. Войди в мое сердце. Прости мои грехи. Благослови меня. Я хочу быть Твоим Царствием. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.